Сегодня мы читаем книгу Ниемии, восьмая глава. И читая эту главу, я подумал о том, что современным христианам сегодня очень часто не хватает вот этой радости и такого энтузиазма в христианской жизни. Под гнётом суеты и забот часто опускаются руки. И потому мы все сегодня нуждаемся в таком пробуждении. И читая с первого стиха, мы видим, как вот это среди народа израильского, они пережили подобное такое пробуждение. Написано, что «тогда собрался весь народ как один человек». И дальше мы читаем второй стих. «Принёс священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня пред мужчинами и женщинами. И всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». То есть, во-первых, инициатива, чтобы принесли книгу закона и читали, вышла из самого народа. И мы видим, что весь народ как один собрались. То есть это настоящее пробуждение. И я задался вопросом, а что сопровождает пробуждение? Или что приводит к пробуждению? И мы видим, что это жажда по Слову Божьему. Жажда по закону, чтобы слышать этот закон, слышать это Слово. И потому, как результат такого чтения, то, что написано, они начали применять в своей жизни. И в 17 стихе мы читаем, к чему это привело. «Радость была весьма великая». Радость была весьма великая. Чтобы испытывать вот эту радость или пережить это пробуждение, нам нужно иметь вот эту жажду по Слову Божьему. Как её иметь? Послание филиппийцам говорится во 2 главе. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению». И потому очень важно, я думаю, чтобы каждый из нас в своём сердце помолился сегодня. «Господи, дай мне вот эту жажду по Твоему Слову. Помоги мне, Господь, расположить своё сердце, чтобы я имел эту жажду по Твоему Слову». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова